Символический старт реконструкции парка имени Зернова был дан 7 июня. Наблюдать за ходом работ могли все жители города с помощью онлайн-трансляции на портале artsarov.rf. Там же запустили обратный отсчет до сдачи объекта. На календаре 27 ноября. Если верить вот этому информационному табло, сегодня срок сдачи парка культуры и отдыха имени Зернова. Но работы в парке все еще продолжаются. Какие-то объекты не готовы. Вот, например, лестница, ведущая на новую набережную. Давайте прогуляемся по парку и посмотрим, какие работы уже сделаны, а какие еще предстоит сделать. Еще в начале лета представители ДЭП сообщали о затруднениях при проведении реконструкции. Долго не могли найти подрядчика для работ, связанных с электрикой. Были сложности с получением разрешений на валку деревьев и финансированием. Но тогда представители администрации уверяли, что ситуация под контролем. Мы понимаем, что контракт у нас заканчивается 27-11, но учитывая тот опыт, который мы уже получали на предыдущих объектах, работу нужно выполнить в теплый период времени. Уже осенью стало понятно, что отставание от графика составляет два месяца. Как сообщает пресс-служба администрации, подрядчик дорожно-эксплуатационное предприятие работает в парке в две смены без выходных. Входные группы уже практически готовы. Уложено более 80% брусчатки. На дорожках установлены фонари. Появилась ротонда. Основной упор делали на создание набережной, где по проекту должна появиться зона для проведения массовых мероприятий и пространства для тихого отдыха. Набережная уже обрела контуры. Дорогу вымастили брусчаткой. Наверное, больше всего вопросов вызывает именно большая лестница, которая ведет от центральной части парка к новой набережной. Здесь, как мы видим, поставили железные конструкции. Самих ступеней еще нет. Представители администрации уверяют, что даже несмотря на наступление холода, строители будут выполнять работы в полном объеме. И они применяют какие-то новые современные технологии, которые позволяют бетону не замерзать даже при минусовых температурах. В 2019 году реализация проектов в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях включена Минстроем в нас проект «Жилье и городская среда». Согласно целевому показателю, должны быть выполнены 80 проектов по всей России, в том числе и наш парк. Мы отправили запрос в администрацию, чтобы выяснить, когда же теперь планируют сдать парк имени Зернова, почему произошел срыв сроков и применят ли к подрядчику штрафные санкции. Ответы на эти вопросы мы озвучим в ближайших выпусках новостей на канале 16.